У вас уважаемые друзья и коллеги по хобби пришли сегодня в лес на разведку прошел дождь шел целую ночь вот мы решили выбраться друзья в лес посмотреть выросли или нет грибы сразу только зашли в лесок и вот такая вот находочка похоже это боровичок сейчас срежем и посмотрим что это за гриб да уже вижу что это боровичок как всегда со мной мой любимый ножик опинелечка 9 режу под самый корешочек знаете гриб только вылез но ножка уже червивая вот здесь уже пошла чистая ножка чистый красивый гриб пойдем будем искать дальше друзья после дождя повылазила всякая всячина но хороших грибов особо нету пока что мы только зашли в лес обычно когда начинаются грибы здесь их очень много но пока ничего не видно интересного дождь шел целую ночь но я смотрю особо и не промочил ничего дерево упавшее такой вот лес куда начинаются грибы здесь очень много боровиков вот там вот рощица там обычно много подосиновиков ищем что найдем покажем вылазила всякая всячина вот друзья боровичок видно что он старый так мы его пропустили в тот раз интересно уже весь погрызенный но пару дней назад мы его не видели и вот колян нашел польский боровичок польский боровичок всякая всячина есть ходили по этому же месту вот этого боровика мы тогда не видели сейчас покрутимся здесь на этой полянке может еще что-то найдем посмотрим а вот друзья и находочка черный груздь самое интересное что сухо а вот груздики уже начинают лезть вот это что за грибок это скорее всего польский боровичок рядышком тоже хороший молоденький грибок сейчас полазим тут поищем скорее всего грибочки потихоньку появляются кроме поганок прошел еще один груздок немножко прошли дожди и в этих местах немного побольше влаги я друзья такой гриб брать наверное все таки не стану хотя он и молоденький но сейчас посмотрю ножом попробую что там внутри не люблю когда всякая гадость на них вот какой красавец стоит под елочкой чистенький ножка немножко погрызена это какая-то поганка здесь вот еще такой вот малыш стоит может нибудь на жареночку и соберем ходим по молоднячку сын зашел поглубже в лес колян ходим туда-сюда ищем колян нашел три лисишки зашли в лес что-то в лесу особо нету вот по молодняку по кустикам немножко грибы попадаются конечно это не то что хотелось бы мало очень мало грибов друзья набрел на семейку черных груздей что хочу ребята сказать это это конечно не грибы очень мало грибов на сто метров леса получается пару грибов идешь идешь ничего нету потом так вот набредев стоит немножко грибов и то половину из них что срезаешь они червилы или вот таком состоянии пришел прошел парочку грибов сейчас повернулся заметил увидел сразу большие внимание на них переключилась немножко погрызенные подпревшие это у нас в этом году сильно грибы не уродились я очень сухо пару дождиков прошло пошли на разведку но грибов очень-очень мало сейчас проверю посмотрю их одну из пяти заберу только три вот нашел еще три груздя ну такие брать не стоит они уже попревшие а вот молоденькие такие уже приятно брать на срежем посмотрим тоже немножко подпревший видно что недавно вылезли хотелось бы груздей пару ведер набрать а тут навряд ли что наберем хороший свежень и гриппа уже какой-то плесень спала же тут еще посмотрю колян ходит по лесу кричит грибов нету в лесу друзья еще один боровичок хотелось бы их побольше они если и есть то вроде молоденький красивый гриб а пол шляпки точнее пол ножки было червилых сверху немножко уже кто-то его успел погрызть обидно очень мало грибов в этом году кто-то у нас грибы не хотят лезть сухо груздик маленький он тоже запревший даже срезать не хочется забрел на болото нашел такие вот опята уже переростки на дереве растут такие конечно брать не хочется может и не опять еще не знаю похоже на опять уже очень большие такие брать лучше не брать особенно когда плохо знаешь грибы лучше брать то что знаешь похожу сейчас по болоту поищу может что-то найдем колян кричит нашел подойду к нему посмотрю что у него такой боровик нашел колян но он весь червивый весь попревший даже толку его разрезать нету как нож пойдем еще там что-то нашел посмотрим вот друзья набрели на такую семейку козлята и что это под решетники сколько проходим уже залезли в болото в этом году наверное мы останемся без грибов какие червивые Тоже червивый. Короче, все червивое. Даже маленькие и те червивые. Даже не интересно. Все люди ходят по краешку, где мы в принципе начали ходить. Зашли на болото, здесь когда дождливый год, сюда даже не пройти, потому что все в воде. Вот поглубже в болоте начали попадаться грибы. Видите, хожу по ручью, нет где пасырей, там немного грибы начали попадаться. Из 10 грибов парочку только забираем, потому что все червивое. Сейчас посрезаю, посмотрю, пойдем дальше. Нашел первые подберезовики. Похоже, они тоже уже свое отжили. Ох, вот что-то начало попадаться, где побольше влаги. Походим, походим. А с той семейки грибов я всего лишь забрал три, и то самые маленькие. Прошлись по болоту и вернулись к ручью. Вот что-то попадается возле ручья. Вот такой красивый камуфлированный подберезовик. Кстати, хороший, не червивый. Да, друзья, очень доволен я ножиком опинель. Мне он понравился. Брать его на рыбалку с грибами. Довольно удобный нож и много места не занимает. Сейчас пройдусь здесь. А вот сколько опять переростков. Даже обидно. Жарко, очень жарко, блин. Непонятно, что творится с грибами. Буквально за пару дней они вырастают, перерастают. Даже нечего собирать. На поляну грибов, но они все червивые. Даже срезаем маленькие, самые маленькие и все червивые. Вон сколько их тут много. Но обидно, очень обидно. Срезаем, смотрим. Практически, практически все. Все червивые. Сразу видно, что они переростки. Самые маленькие. Попробуем сейчас. Порежем, посмотрим. Даже интересно. Малыши стоят. Четыре штучки. И сколько из четырех будет нечервивых. Червивые. Червивые. Тоже червивые. Червивые. И вот самый маленький. Еще больше червивые, чем все. Попробуем. 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 Может под березовички попадутся. Друзья, закончили мы на сегодня сбор грибов. Грибов нету, грубо говоря, вообще. По крайней мере, в этом лесу, где мы были. На болоте были. Молоденьких посадков были. Немного груздей. Черных набрали. Это совсем мало. Может быть, на жареночку чуть-чуть грибов и будет. Это все, что было не червивое. Остальное на 30 червивых грибов, если не на 40. Только один маленький хороший гриб. Друзья, на этом будем заканчивать сегодняшний наш поход за грибами. Похоже, в этом году мы остаемся без грибов, если не пойдут хорошие дожди и не промочат лес. На этом будем заканчивать. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok